Что человека ждет после смерти? Мы можем вам ответить согласно Слову Божьему. Только не отключайтесь сразу с испугу. Умирать-то все равно будем. Надо думать, где мы будем после смерти. Христос говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Вот вам дизлайки идеи пойдут. Ну что, вас интересует что-нибудь духовное? Как жить? Для чего человек родился? Что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес, и придет судить этот мир? Вы это знаете? Отключиться охота? Я только, я только вот за вот, блин, чтобы все было хорошо. Ну, хорошо-то хорошо. Тут половина обкуренные мужики. Начнешь говорить, языки заплетаются. Не, ну я, отец, я подвыпил, ну как бы я не пьяный. А над чем смеешься-то? Ну, я просто позитивный человек, вот так скажу. Это позитивный человек, этого делать не будет. Он все время будет помнить, что за все надо отмечать. И Библия говорит, горе смеющимся ныне, ибо вас плащите и возрыдаете. Блаженны плащущие, ибо они утешатся. Бать, у тебя дети есть? Вам какая разница? Мы свидетельствуем людям о Боге, о любви Божией, что Христос воскрес и зовет всех к покаянию. Ну, я понимаю, отец. Я просто тебя спросил, как бы, потому что у меня дети есть. Вот я тебе о чем. Мы ни в чем не нуждаемся, кроме в милости Божией и святых молитвах. Бать, дай Бог тебе счастья, дай Бог тебе о твоих делах. Да. Дай Боже, дай Боже. Всем святых, всем святых, и чтобы у всех было все хорошо, отец. Так, вас как звать-то? Меня Валентин. А, Валентин. Это знаешь, как по-русски переводится? Это латинское слово. Сильный. Сильный. Будь сильным, Валентин, против грехов, против выпивки, против всего. В рот не бери. Человек, который пьет, он не человек. Это добровольное умопомешательство. Еще Гиппократ говорил, да и Златоуст повторяет многократно. Отец, я сильный здесь. Сильный здесь, но слабый в жизни. Ну ладно. Так, мы уходим. Если вы пожелаете встретиться, зайдите в скайпе, в скайпе. Игнатий Лапкин, я один там с этой фамилией. У меня огромный видеоканал, самый большой в интернете. 20 тысяч 430 роликов наших. Понял, отец, спасибо. И посещает просмотр в 46 миллионов. Понял, бать, найду. Все, с Богом. А канал называется «Во свете Библии», «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Давайте, сядьте прямо, только не курите. С курящими, с самоубийцами мы не разговариваем. А, хорошо. Все, я не курю. Мы пришли сюда людям возвестить, что ждет людей за то, что они делают на суде Божьем. И о великой радости, что Иисус Христос умер и воскрес для нашего оправдания. И всех зовет к покаянию. Чтобы получили спасение и были в раю. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Миллиарды дизлайков ему. Дедуля, я тоже, блин, я осужденный, честно тебе. Только не ругайся. Я не ругаюсь, я уже осужденный. А где находитесь-то? В Краснодарском крае сижу. Краснодарский край, вон где далеко. Ну и что, что осуждены? Ну и за богоугодные же дела-то. Виноват? В тюрьме сижу, дедуля, виноват. Виноват. Я сам отбывал в пяти тюрьмах и в лагере. За слово Божие, за проповедь. Где сидел? Жанатас, Жамбульская область, Казахстан СССР. Ты там сидел? Там нормально, там можно сидеть. Не как здесь у нас, в Краснодарском крае. Я не знаю, как у вас, но у нас было очень строго. Называли лагерем смерти. Да? Вся зона вязаная красная. Только два армянина, один армянин был, два свидетеля Егова и я, четыре человека, которые не были повязаны. Дай Бог тебе здоровья, дедуля, счастья, радости тебе. Спаси Христос. Вы можете зайти на наш YouTube-канал у меня, самый большой в интернете канал у меня. Двадцать с половиной тысяч роликов. Как твой канал? Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. Записывай сразу, записывай, а то забудешь. Говори. Во свете Библии, во свете Библии Игнатий Лапкин. Во свете Библии, как? Игнатий, Игнатий, это мое имя. Игнатий. Лапкин. 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 Да. А вот если вы пожелаете беседовать, то по скайпу. Скайп это такая система, как домофон какой. Игнатий Лапкин, заряете, сразу на меня выйдете. У меня огромный сайт, мой мир, там 24 тысячи фотографий. Деревню строим православную с нуля. Я начальник детского лагеря, 48 лет. Есть что показать. Дай Бог вам здоровья. Храни вас Господь. Давайте, с Богом. С вас тоже, давайте. Просто нахально. Мы пришли возвестить волю Божию. Убери это, убери. Убери, убери. Так, если вы мусульманин, то у вас, наверное, такая книга была? А у тебя это... Тогда считай, что написано. Ты что с ним делаешь? Эта книга между людьми приучает к уважению друг друга. Ты русский? Я русский. А у тебя эта книга что делаешь? Ну, как все. Я должен знать это как историк и как проповедник. Все с ним узнали. Да. Мы свидетельствуем о Боге. У нас очень близкие отношения с мусульманами. Хорошие. Да, да. Да, да. Да. Мы вот ездили, путешествие было, мы прошли 120 тысяч километров. У меня 38 томов книг вышло. Я 18 лет, 5 университетов. А ты этом, когда мне что-нибудь понимаешь? Да. Вот так. И мы прошли 6 мусульманских республик и Турцию. 650 городов. И сделали подарок. У меня 38 томов вышло. Подарок 650 библиотек. По милости Божьей. Это все благодать сделало. Ага. Понял. Все, уважаю. Давай. А что ты тут делаешь, интересно? Свидетельствуем. Наш Господь Иисус Христос сказал, идите по тебе. С великой миссией возвестить о воле Божией, о суде Божьем и о самой великой радости, что Иисус умер и воскрес для оправдания всех. Омыл кровью свои грехи людей и зовет всех в покаяние. Кто такой Бог? Подожди. Я православный христианин-проповедник. Бог это кто? Понимаете? Я бы дал вам ключ, что... Отец, что для тебя Бог? Скажи мне. Я слышал, что ты православный, что ты, блин... Я пытаюсь говорить, а вы не можете. Как обкуренный какой-то. Мотаетесь. Ну и почему? Ну нормально, даже вы слушать не можете. Нет, ну скажи, что для вас Бог. Я просто не понимаю, о чем вы говорите. Что именно для вас Бог? Ну сейчас материться начнешь, что ли? Почему? Ну потому. По настроению вашему вижу. Уже агрессивно так. Я вам отвечать начинаю, а вы перебиваете. Нет, нет, нет. Бог это творец, создатель мира сего. Бог тот для вас. Для Бога для меня спаситель, создатель, зиждитель. Еще раз. Изнежнитель. Бог, творец. Я отвечаю вам. Творец мира, сотворивший меня, звезды, землю, воздух, все. Ежедневно дающий хлеб мне. Слышащий меня в молитве и отвечающий мне, как любящий отец, который сына своего не пожалел и отдал Иисуса Христа на казнь за мои грехи. Вот кто он для меня. Радость, любовь, милосердие. И? Ну и все. И теперь он обещает и сделал это. Что за смертью нет смерти. А есть рай и есть ад. Миллиард дизлайков туда будет. Кто не будет веровать и креститься. Ни один наркоман туда не войдет. Только не ругайся. Мы пришли сюда, свидетельствуя людям о великой любви Божией. Чтобы не враждовали между собою. Иисус Христос умер за грехи людей. И воскрес для нашего оправдания. Чтобы люди жили, верили, ходили в православную церковь. Чтобы после смерти пошли в рай, а не в ад. Где миллиард дизлайков будет. Чтобы каждый молился, свою работу делал, как Господь велит. Не превышая свои полномочия. Вот если у вас есть вопросы духовные о душе, о вечности, о будущем страны. Вы можете зайти на мой скайп. Игнатий Лапкин. Вы неверующие. А как это неверующие? Совершенно безумные. Совершенно. Ну пока ничего не курите, не берите. Я вам кое-что отвечу. Ответьте. Только без ругани. Я не ругаюсь. У меня в руках Слово Божие. Библия, да? Святая Библия. Самая большая по объему книга, а тут в ней в Библии 77 книг. Псалтырь. 13-й Псалом и 52-й гласят так. И сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Причина. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Вот какое дело-то. А я не верующий. Это означает совершенно безумный человек. Землю, солнце, воздух. Организм, тело получил, а я не признаю никого. Это крайне неблагодарная тварь. Ну, такие вот мы все практически. Вы сейчас не пейте, не ешьте, пока говорим. Вы многое нового узнаете. Вот скажите, человек неверующий может ли сделать то, что верующий в этой жизни? Да никогда. У него нету побудительной причины к этому. А может ли неверующий быть таким же нравственным, как верующий? Не может. Ян Затаус говорит, у верующего, чтобы быть в законе Божьем, три причины. Первая. Обещание Бога, рая небесного, за добрые дела. Обещание ада за грехи. И вспомоществующая благодать Божия. Несмотря на это, многие верующие еще падают. Что спрашивать с того, у кого ничего этого нет? Почему Надежда Крупская, жена Владимира Ильича Ленина, она говорила, религия-узда для масс. Узда. А узды нету. И за время перестройки в Российской Федерации совершено 120 миллионов абортов. Напоминаю, за Вторую мировую войну во всем мире погибло 55 миллионов. Две мировых войны в вагине в животе женщины погибло. Это что? Но неверующих на земле с агностиками 8,5%. А преступления на них падают 99,9% всего, что в мире. Поэтому быть неверующим, в первую очередь, вред ты нанес своей душе. У нас написано в Евангелии Марка, Евангелии от Мафея. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Миллион дизлайков ему. Он вместе с сатаной будет гореть в огне. Вечно и бесконечно. В первую очередь, вы не отключайтесь и не материтесь. Согласны? Ну, постараемся, честно, отец. Мне не надо стараться, чтобы я точно был уверен, что вы не заругаетесь. Постараюсь. Мы пришли сюда с великой миссией, чтобы люди ознакомлены были с тем, что написано в этой книге. Я данную книгу прочитал 14 раз. Сколько раз? 14. 14 раз. Давайте сейчас будем говорить, только не ругаться. И вы сразу увидите, кто вы. Скажите, вот в этом переплете в корочке сколько книг? Две книги. Ветхий и Новый Завет. А в Ветхом Завете сколько книг? Еще раз. В Ветхом Завете сколько книг по количеству? Четыре раза считал. Брехуны, врете на каждом шагу. То есть, вас не устроили наши слова, но постарались. Так, я сейчас, сейчас... Вы так говорите, как обкуренные, мотаетесь стороны в сторону. Внимательно слушай. В Ветхом Завете 50 книг. Из них 11 неканонические. И в Новом Завете 27. А всего их 77. Вы могли так ответить, если бы в руках хоть раз держали Библию? Ты зачем врать-то мне? Я проповедник. Я пришел, добро принес вам. Я вам лично, уважаемый, не врал. Меня бабуля заставляла прочитать эту данную книгу. И я читал. А вот теперь я вам говорю честно. Вот прочитал дальше, что... Продолжение следует... ...вот.